В Лондоне, да и не только, продолжают обсуждать детали доклада по делу Литвиненко, опубликованного накануне. Даже в Британии многие журналисты и политологи не сомневаются. Больше всего документ нужен тем, кто надеется набрать на нем политические очки. По сути дела и основные тетисы в докладе не процессуальные, а политические. Когда британский премьер Дэвид Кэмерон объявил, что в связи с делом Литвиненко намерен принять новые жесткие меры в отношении России, ей стало окончательно ясно. Уголовная составляющая дела интересовала Запад куда меньше, чем политическое. Если судья Роберт Оуэн, оглашая итоги расследования, хотя бы обложился многочисленными словами «возможно» и «вероятно» там, где касалось обвинений в адрес высшего российского руководства, в политике, в отличие от юриспруденции, понятие ответственности расплывчатое. То, что для судьи было вероятно, для политиков уже похоже очевидно. Вот о чем свидетельствует это дело. Та политическая обстановка, которая сложилась в России, имеет свойство распространяться за ее пределы, по крайней мере в некоторых случаях. Мы видим, как в России подвергаются угрозам критики и оппоненты правительства. И вот это нарушение основных прав и свобод человека. Право на свободное выражение политических взглядов. Как раз то в России, что уже длительное время вызывает нашу озабоченность. Как говорится, только повод искали. Западная пресса словно ждала момента, чтобы посоревноваться, кто громче заголовок придумает. При этом Госдепартамент рекомендует Лондону продолжить расследование дела, потому что, как указано, обвинения очень серьезные. А ведь еще видно, что бросаться ими со словами «возможно» и «вероятно» значит расписаться в том, что обвинения юридически ничтожны. Это расследование было начато в июле 2014 года, что интересно всего через две недели после крушения Боинга в Донбассе. То есть с самого начала оно велось в атмосфере антироссийских политических настроений. И к каким выводам пришел суд? Суд решил, что, вероятно, это было дело рук Кремля. Но, вероятно, это же не доказательство. Но эту формулировку «вероятно» будет активно использовать в своей компании антироссийское лобби на Западе. Для них это как манна небесная. Они будут требовать еще санкций против России. Я, конечно, надеюсь, что более ответственные люди в правящих кругах сейчас возьмут паузу и скажут, все-таки у нас нет однозначного ответа. А слово «вероятно» явно недостаточно для того, чтобы раздувать новую холодную войну против России. О политической ангажированности говорят и британские политики. Многих происходящее беспокоит. Мы не хотим подливать масло в огонь, ведь положение в двусторонних отношениях между нашими странами и без того сложно. Разумеется, есть люди, которые используют эту ситуацию для собственной выгоды. Они хотят вбить клин между нашими странами. Я считаю, что такие действия очень опасны. Ведь никто не знает, какими будут долгосрочные последствия ухудшения отношений между Лондоном и Москвой. Подозреваю, что они могут быть весьма травматичными. Впрочем, в этом деле британские власти показали, что чужая точка зрения их не интересует. Как не интересуют элементарные международно принятые юридические нормы, которые британцы в этом деле не раз нарушали. Например, когда общались со свидетелями на территории России без согласия официальных российских представителей. Это только кажется мелочью. На самом деле, это распространение исполнительной юрисдикции иностранного государства на территорию России. То есть грубое нарушение суверенитета. В Британии такое, кстати, строго запрещено. Но стоит ли искать логику там, где публичное расследование де-факто оказалось расследованием закрытым, с засекреченными свидетелями, показаниями и материалами следствия. Такое ощущение, что кто-то преследовал только одну цель. Это продолжать дальше такой раскручивать маховик антироссийской истерии. В общем, это удается им делать. Действительно, люди зомбируются. Люди зомбируются. Они смотрят на русских с ужас широко раскрытыми, а то уже со глазами. Страдают двусторонние отношения. Страдают интересы британцев. Давайте не забывать, что именно британские налогоплательщики заплатили вот за это вот, по крайней мере, нам, кажущееся странным расследованием. Страдает дело, потому что истину-то никто не установил. То, что Лондон так упорно не желает раскрывать материалы, многим кажется подозрительным. Младший брат Александра Литвиненко, Максим, считает, что Лондон вообще не там ищет убийц. Максим Литвиненко назвал нелепыми заявления, что в смерти его брата якобы виноват Кремль. Он считает, что этот доклад – попытка оказать давление на Россию и что у британских спецслужб было куда больше поводов желать смерти Литвиненко. И в этой связи вопрос, не является ли вся эта игра с секретными материалами и тайной следствия ничем иным, как попыткой замести следы. Иначе как объяснить, что британские спецслужбы, которые наверняка вели того же Андрея Лугового в Лондоне, так легко дали ему покинуть страну, зная, что Россия по закону его не экстрадирует. И можно будет обойтись без неудобных допросов. Его выпустили для того, чтобы потом обвинить и не заслушать в британском суде. Поскольку Литвиненко был агентом Ми-6, то, разумеется, любые внешние контакты, особенно из России, те люди, которые с ними встречались, они попадали под плотный контрразведывательный надзор со стороны британских спецслужб. Поэтому допустить, что, допустим, бывшие сотрудники российских спецслужб могли бы безнаказанно и вне поля контроля встречаться с Литвиненко просто невозможно. Разумеется, всех этих вопросов не возникло бы, если бы так называемое публичное расследование было действительно публичным, с нормальной доказательной базой, безо всех этих вероятно. Впрочем, в этом случае вопросы, вероятно, стали бы совсем другие.